Эй, всем привет, меня зовут Надежда, и вы на моём YouTube-канале StartDustDixens. Мы продолжаем прохождение клуба романтики, у нас сегодня Ярость Титанов 4 серия. Все дороги ведут в ад. Ооо, надеюсь, мы и сейчас окажемся в аду. Глава 4. Все дороги ведут в ад. Эта глава содержит упоминание о лекарственных препаратах, используемых в преступных целях. В клубе царила необычная атмосфера. Плотный слой искусственного тумана укрывал людей в тёмном пространстве. Посетители наслаждаются обстановкой. Багровый оттенок неона придавал месту какую-то изюминку. В какой-то момент я просто остановилась, оглядываясь по сторонам. А у них типа всё в этом стиле, и дом, и клуб, и их... Я просто колонную на заднем фоне увидела, поэтому решила, что это какая-то... Греция. А в итоге это какой-то ад. Людей было слишком много, от этого я ощутила себя не в своей тарелке. Заметив моё смущение, маршал тоже остановился. Всё хорошо? Я не привыкла находиться в таких местах. Не любишь клубы? Не очень люблю людей. Не знал, что ты интроверт. Не переживай, это ненадолго. Потом мы уйдём. Ты мне веришь? А почему нет? Он присунул мне руку, явно ждёт меня какого-то ответа. Ну, давай. Я верю тебе. Я вложила свою руку в его ладони, и он крепко сжал её. Наконец-то мы перешли на ты. Думал, уже не дождусь. Он снова улыбнулся, и я проследовала за ним в клуб зала. Маршалу приятно, что вы ему доверяете. Основная часть людей находилась на танцполе, поэтому найти пустой столик в отдалении составило большого труда. Присаживайся, будешь что-то заказывать? Я не успела ответить, как он макнул овцамки, находившись неподалёку. Она тут же широко улыбнулась и вильным бёдрами направилась к нам. Добрый вечер, желаете что-нибудь выпить? Какая горячая женщина. Привет, солнышко, какие есть варианты? Солнышко? Я невольно загорел глаза, что не осталось незамеченным. Так, какие, говоришь, есть варианты? Могу предложить. Лондонский мятный сквизл, Тоди Грок, безалкогольный мохито. Давайте вот этот возьмём, я не знаю, что это. Отличный выбор, я скоро принесу ваш заказ. Маршал повернулся ко мне и снова одарился очарующей улыбкой. Почему ты так странно отреагировал, когда я назвал её солнышком? А ты всех официанток зовёшь солнышками или только очень красивых? Ты считаешь её красивой? Я ощутила, как моё лицо начало заливаться краской. Я не буду отриться очевидной вещи. Что значит да? Это значит, я хотела закончить свою фразу, но как раз к этому моменту девушка вернулась с нашим заказом. Если ещё что-нибудь понадобится, буду рада помочь. Спасибо, солнышко. Он кинул на меня двусмысленный взгляд и сделал вид, что всё так и должно быть. И взял свой бокал. А ведь занка поспешила удалиться, чтобы обслужить другой столик. Ты ужасный человек, ты знаешь об этом? Конечно, это не даёт мне спать по ночам. Усмехнувшись, я сделала несколько глотков и вернула бокал на столик, откидываясь на спинку дивана. Давай перейдём к сути вопроса. Что ты нашёл? Знаешь, ты забавная, у тебя реакция какая-то неправильная. Но не подумай, я не хотел тебя обидеть, просто понимаешь. Обычно у всех, кто приходит в участок, лица одинаковые, как под копирку. Сначала они кричат, винят полицейских, а затем страх отступает, вместо истерики. Вот ты уже сидишь в сотне салфеток, успокаиваешься очередного пострадавшего. И чё? А ты какая-то слишком спокойная, что ли? Это пугает и восхищает одновременно. Я задумывалась над его словами внешне, я действительно не выказывала никаких-то особых эмоций, но это не значило, что мне не больно. В детстве я была довольно асоциальным ребёнком, быстро уяснила, что людям зачастую нет дела до чужих проблем. Чем громче кричишь, тем больше тебя игнорируют. А чем больше тебя игнорируют, тем меньше желания делиться с кем-то своими переживаниями. Лишь когда в моей жизни появились настоящие друзья, всё начало вставать на свои места, хотя мне по-прежнему сложно было показывать свои настоящие эмоции на людях. Не знаю, как мне на это реагировать. Это значит, что мне наплевать внутри, как будто слишком много всего. Будто эмоций слишком много, ты пытаешься удержать равновесие. Знаешь, когда балансируешь, на канате одно неверное движение, и ты падаешь. Падать не больно, когда знаешь, что внизу есть страховочная сетка. Звучит как цитата из какой-то книжки. Я люблю читать, или пацанский паблик. Особенно японскую литературу. Я на секунду представила маршала, сидящего на диване с манго в руках, и не смогла удержать глупки. Алло, мы будем разговаривать о нашем брате или где? Он наигранно закатил глаза, словно угадал мои мысли, и сделал ещё несколько глотков. Краем глаза я заметила, что к нам снова идёт официантка. Мы же уже сделали заказ, что ей могло понадобиться. И снова здравствуйте, хотела узнать, есть ли у вас всё в порядке? Как вам коктейли? Отлично, не могли бы вы повторить заказ. Разумеется, я рада, что вам нравится. А это вам. Она поставила передо мной ещё один бокал, украшенный необычным цветком. Клигетон. Что? Но я ничего не заказывала. Это вам передали вон с того столика. Девушка обернулась, чтобы указать на столик на человека, передавшего мне бокал, там не было. И Димон предпочёл остаться анонимным поклонником. Наверное. В любом случае, не расстраивайтесь, быть может, он ещё объявится. А сейчас, извините, я пойду. Если что-то понадобится, вы знаете, где меня искать. Прежде чем идти, она мне подмигнула. Мои щёки снова поразовели. Разумеется, маршал это заметил. Ты покраснела? Тебя так легко смутить? Блин, ты сам понял, что человек интроверт? Вот. Да? Прикинь? Интересно, кто это таинственная незнакомец, заказавший столь необычный коктейль? Первый раз такой встречаю. Маршал протянул руку, рассматривая цветок, который завершал композицию. Его лепестки были белыми, чуть продолговатыми, пронизанными красными линиями. Странно, он кажется мне смутно знакомым. Мы ушли от темы, не отвлекайся. Мы должны были... Мы должны были поговорить о чём-то. Что мы должны были обсудить? Неожиданно я поймала себя на мысли. Я настолько расслабилась, что совершенно забыла о цели нашей встречи. Чувство комфорта обволакивалось. Головы до ног мешая думать. Приятное тепло разливалось по телу, даря умиротворение. В этом мире больше ничего не существовало. Никаких забот, никаких проблем. Но мы же... Точно! Том! Ты хотел мне рассказать о расследовании. Но почему я забываю об этом? Странно, совсем из головы вылетело, как я так мудрился. В общем, я пытался восстановить расписание твоего брата за последние пару дней. И пока я сколокнулся на любопытную вещь. Том подрался с сынишкой какого-то богатея здесь, в клубе. Затем провел ещё почти час в кабинете мисс Ньюман. Рамона рассказала мне то же самое. Так давай ещё раз. Что это за Рамона такая? Вкратце, перерассказала ему события прошедшего дня. Всё это время маршал внимательно слушал, то и делал, забивая подробности коктейлям. Когда я закончила, возникла небольшая пауза. Маршал молча обдумал полученную информацию, пока наконец не выдал. Странно, всё это как-то получается. Все эти события по отдельности не имеют никакого смысла. А те, кто оставил записку в доме, они ещё не обнивились? Нет. Слушай, ты прямо на Сидру какая-то. Блин, очень классная игра. Ну, по крайней мере, мне она нравилась. Если ты что-то узнаешь, звони сначала мне. Если что-то пойдёт не так, я смогу прикрыть. Понимаешь? Да. Так, зачем мы здесь? Мы здесь, чтобы ты мог с ней поговорить? Именно. Скажи, ты подозреваешь кого-то из партнёров? Всё зависит от массива. Если Том полез в драку, чтобы защитить Рамону и испорт какому-то богатому синишке фасад в процессе, то я не удивлюсь. Но тогда я не понимаю, зачем оставлять записку для тебя. Тебя же здесь не было. А чего ты взял, что мисс Ньюн вообще будет с тобой разговаривать? Ой, с ней хорошие знакомые. И откуда же вы друг друга знаете? Она пользуется услугами моей автомастерской. У тебя что, элитный салон в центре города? Я недовольно фыркнула, откидываясь на спинку дивана. С трудом верила, что мисс Ньюман при своей любви к автомобилям будет пользоваться услугами обычной автомастерской. Маршалл хитро улыбнулся. Услугами элитного салона она пользуется по будням. Ко мне же она заезжает, когда надо прокачать авто для гонок. Она что с ним изменяет мужу? Ну ты же консультант полиции. Технически да, но для того, как получить эту работу, я устраивала заезды по городу. Ну вот, как-то раз нас всех разом накрыли, мне предложили выгодную сделку. И ты согласился? Конечно, я что, дурак что ли? К тому же ловить преступников, помогать людям, это дорогого стоит. В моей голове никак не укладывается тот факт, что маршал конферта полиции сам является нарушителем закона. Я одарила его оценивающим взглядом, отчего парень засмеялся. Не надо так на меня смотреть, я знаю этот взгляд. Я не считаю, что поступал плохо, гонки для меня это как глоток свежего воздуха. Не говоря уже о том, как же сильно я люблю забираться под капоты тачек. А ты чего так удивилась? Вы с Мисс Ньюман знакомы что ли? Можно и так сказать. Дело в том, что и снова моя мысль была прервана появлением официантки. Вот только на этот раз она была немного взволнована. Интересно, почему она так нервничает? Прошу прощения, что отвлекаю. Мисс Ньюман попросила вас к ней в кабинет. Обоих? Нет, только молодого человека. Отлично, наконец-то займусь с делом. Маршал поднялся на ноги, но тут же ухватился за стол, что с его губ сорвался с мешок. Да уж, хороший коктейль. Не волнуйтесь, я вас провожу. Я скоро вернусь, и мы договорим. Ладно. Не дождавшись моего ответа, он предложил девушке руку, и они направились куда-то в другой зал. Когда они удалились, я запрокинул голову, ставившись в потолок. Мы все путались, то несмотря на это, я чувствовал себя совершенно спокойно. Пока Маршал будет у Мисс Ньюана, я могла бы... А Джейсон тут, что ли? Давайте просто прогуляемся. Думаю, Джейсон не сильно обидится, если я оставлю его еще ненадолго. Я допила содержимое бокало и, убедившись, что ничего не забыла, направилась к выходу. Я думала прогуляться по клубу. Обойдя большую очередь, я перешла через дорогу и оказалась в небольшом парке. Людей здесь практически не было, зато мягкое освещение дарило этому месту необычную атмосферу. В этот момент я почему-то подумала о Джейсине и ярмарке. Точно, Джейсон, он же будет меня искать. Я достала телефон и отправила ему короткое сообщение с вопросом, ты где? Убедившись, что сообщение доставлено, я спрятала телефон и вошла внутрь беседки. Парк выглядел умиротворенно, даже несмотря на то, что грозда нависшаяся над городом уже который день угрожала нарушить привычное спокойствие. Я рассмотрела проходящих мимо людей, светлячков, что прилетели на свет ламп. Обстановка оказалась максимально располагающей для отдыха телом и душой. Вот ты где, я уже тебя обыскался. Мерфи запрыгнул на ступеньку и оказался в беседке, остановившись рядом со мной. Как ты нашел меня? Это было несложно. Ты всегда любил Луидиона на места с красивым видом. А эта беседка идеальное место. Он прислонился спиной к столбу и посмотрел куда-то вдаль. Я ощутила, как между нами возникла неловкость. Обычно в своем уверенный и дерзкий Мерфи казался слишком спокойным и задумчивым. Я не хотела его торопить, поэтому он продолжал молча наблюдать со светлячками. Прошло еще несколько минут, прежде чем он решился нарушить тишину. Я хотела у тебя кое-что спросить. Чего? Почему вы с Эдрионом расстались? Только честно. Вопрос заданный в лоб заставил меня врасплох. Почему тебя это интересует? Хочу знать правду. Вот и все. Я слегка улыбнулась, так и не решившись взглянуть на него. Понимаешь? Мы же были в старшей школе, а потом любая мелочь кажется катастрофой. Не сдал экзамен, не прошел отборочный, не получил ответ от университета. Я помню, я дрянь сильно переживала из-за этого. Мы начали отдаляться. Сначала какие-то мелочи, зачем даже привычные вещи стали редкостью. Просмотры фильмов субботним вечером, парагулка по парку, совместные поездки за город. Ты решила закончить это до того, как... Да, мы с ним встретились и все обсудили. Это решение показалось нам самым логичным. Мы оба дрожим друг другом. И так как он мне дорог, я была с ним честна. Он неожиданно выпрямился и подошел ко мне чуть ближе. На самом деле тупо вообще. У человека проблемы, а ты не хочешь ему помочь и поддержать его. То, как вы поступили, достойно восхищения. Обычно после расставания люди поливают друг друга грязью, кидают в черный список, а затем звонят с другого номера в три часа ночи, чтобы рассказать о чувствах. Люди эгоисты. Вступать в отношения — это выбор самого человека. Нужно уметь уважать друг друга, какой бы кратичной ни была ситуация. Мёрфи кинул на меня короткий взгляд, полное сожаление. Он снова прислонился к колонии. Хотел бы и я, чтобы кто-то любил меня так же. Мёрфи, возможно, этот человек совсем рядом. Я вообще, конечно, не такая, как она, и я бы с Эдреном не рассталась. Я хотела бы упустить взгляд в пол, но он не позволил мне этого сделать. Он приблизился и легко припонял мой подбородок, заставляя посмотреть ему прямо в глаза. В тёплом свете беседки они отдавали золотом. Вот только в металле я успела увидеть тревогу. Впервые я увидела его таким уязвимым. Мёрфи, я... Не говори ничего, пожалуйста. Не хочу жалеть об этом. Он оставил поцелу на мои щеки и прижался ко мне. Сильные руки укрыли меня в объятиях, и он отпустил подбородок на моё плечо. Мы молча стояли посреди пустой беседки. Уткнувшись носом в его шею, я чувствовала, как бешено бьётся его сердце. Пожалуйста, дай мне шанс, дай мне шанс доказать, что я не хуже других. Не говори так. И в этот момент я осознала, чего на самом деле боится Мёрфи. Он боится, что будет недостойно любви. Боится быть отвергнутым. Поэтому выстраивает стены, поэтому он пытается притвориться тем, кем не хочет быть. Ох, Мёрфи. Я прикоснулась кончиком пальцев к его скуле. Он едва слышно хмыкнул и провёл кончиком носа по моей шее. От этого по коже побежали мурашки. Его мягкие губы оставили едва ощутимый поцелуй на моей щеке. Идиллию нарушил звук пришедшего сообщения. Я достала телефон и прочитала сообщение от Джейсона. Как оказалось, он вышел подышать свежим воздухом, а теперь ждал меня у входа в клуб. Идём, меня уже опускались. Кто? Джейсон, он ждёт у входа. Наверное, нам стоит вернуться, но я так не хочу тебя отпускать. И у голоса слышалась досада. Мы ещё успеем поговорить, обещаю. Он подбегнул мне и привычно ухмыльнулся. Я взяла его за руку, и мы направились обратно. Вы вообще адекватны? Андрея, я тут по всему клубу тебя ещё хоть бы предупредила. Видеть волнение и раздражение на его лице было непривычно. Джейсон всегда проявлял себя как максимально сосредоточенный парень, который всё и всегда держал под контролем, особенно свои эмоции. Может, это всё из алкоголя? Всё хорошо, не волнуйся. Мне просто был нужен свежий воздух. Было заметно, что он не хотел ругаться, но всё же он был обеспокоен. Я завела руки за спину, пытаясь скрыть возникшую неловкость. Заметив этот Джейсон, шумно выдохнул и попытался перевести тему. Он повернулся к Мёрфи. Когда вы вообще успели так апгрейднуться? В последний раз, когда я была в этом клубе, у вас было классическое заведение? С чего вдруг такая резкая смена стиля? А, это поручение хозяйки. Нужен был свежий взгляд, поэтому решил изменить обстановку. Вышло довольно круто. Мне нравится. Особенно мне нравится, как оформили вход. Да мне вообще всё нравится. Особенно, мне кажется, это потолок. Довольно необычное решение. Рад, что тебе понравилось. В любом случае, получилось довольно аутентично. Вы бы знали, сколько сил я убил, пока нашёл человек, который смог бы воссоздать задумку. Джейсон явно заинтересовался архитектурной тематикой, поэтому Мёрфи в подробностях рассказал ему об этапах проведённой работы. Было забавно наблюдать за этим разговором, особенно учитывая, что ещё утром они друг друга едва не поубивали. Интересно, почему они сейчас так спокойно друг с другом разговаривают? Неужели и правда Эдрин решила этот конфликт? Резкий порыв ветра скользнул под одежду, отчего резко стало холодно. Давайте продолжим разговор в клубе, становится прохладно. Парни согласно кивнули, Мёрфи галантно махнул рукой, пропуская меня. Несмотря на огромную очередь, охрана пустила нас без лишних вопросов, когда мы подошли ко входу. Ну ещё бы, блин. Я думаю, и Джейсон не последний человек в этом городе, раз у него родители благотворительные, вечера устраивают. А Мёрфи тут вообще работает. В этот раз мы прошли через главный зал и направились в соседнюю зону. Здесь было более оживлённо, чем в основном зале, хотя легко можно было объяснить. Большая барная стойка с немыслимым количеством алкоголя. Заметив, что мы сели за стойку, бармен тут же поставил перед нами по бокалу флегетона. Того самого, что ранее мне приносила официантка. Но я это не заказывал. Я рассмеялась, когда бармен невидно пожал плечами, мол, я не знаю, но вам просили передать. Не бери в голову эту традицию всем новым посетителям первый флегетон за счёт заведения. Откуда он знает, что мы новые посетители? Мы же бывали тут раньше. У нашего бармена феноменально памятные лица. Но вас он ещё ни разу не видел, поэтому вы для него новые посетители. Джейсон сделал несколько глотков и развернулся ко мне. Слушай, всё хотел спросить этот, как его, маршал. Что он о тебе хотел? Он пришёл сюда неофициально, но по работе. И что, есть какой-то прогресс? Честно, не особо. Зацепок нет, да и в целом ничего понятного. Гарфи и Джейсон понимающие кивнули. Мы можем поговорить о чём-то другом? Ну, я позвонил Хизер, надеюсь, ты не против. Она сказала, что скоро приедет. Почему я должна быть против? Возможно, приедет Эдри, но он пока не отвечает на телефонные звонки. Я облокотилась на стойку, поперев голову руками, тяжело выдохнула. Я что-то не так сказал? Кажется, она только что раскусила наш план, не оставлять её в одиночестве ни на минуту. Очень смешно, Мёрфи. Да, вы же ведёте себя как няньки. Я за последний день хоть один раз оставалась одна. Только глупый не догадается, что вы себя за мной присматриваете. Конечно, а у тебя были какие-то сомнения? Парни рассмеялись в ответ на мои возмущения. Джейсон потрепал меня по голове, чуть испортив прическу. Я тут же принялась поправлять выбивавшиеся пряди. Андрея успокоился. Ничего он не испортил. Джейсон хотел было возразить, но ему кто-то позвонил. Он внушен был удалиться. Мёрфи пересел на его стол, чтобы быть поближе, и посмотрел на меня. Я так понимаю, мы ещё какое-то время и побудем здесь. Предлагаешь ненадолго отвлечься? Почему нет? Чего ты хочешь? Я хочу... Давайте наедине останемся припудрить носик. Как же это глупо звучит. Я сейчас вернусь, дай мне пару минут. Я поднялась с места и направилась в сторону в ванную комнату. Я обходила очередного танцора, когда мой взгляд выцепил из толпы знакомый силуэт. Высокий юноша с золотистыми волосами. Это... этого не может быть! Не обращая ни на кого внимания, я побежала вперёд, расталкивая людей. Бежав к нему, я схватила его за плечо и резко развернула на себя. Но, к сожалению, это оказалось не том. Простите, я обозналась. Я подумала, что вы мой брат. Парень, понимающий кино, вернулся к своим делам. Я обернулась. Мёрфи в полном неудоумении стоял в паре метров и смотрел прямо на меня. Я подошла к нему, и мы вместе направились обратно. Сходила в туалет, блин. Мне показалось, что я его видела дома. Но как ты, Андреа, мне очень жаль. Ты, наверное, сильно расстроилась. Не, знаешь, совсем наоборот. На секунду я даже поверила, что это он. Я не очень понимаю. Не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что мы совсем скоро с ним увидимся. Как будто... как будто это был знак. Мёрфи задумчиво посмотрел на меня, а затем отодвинул от меня бокал. Так, на сегодня с напитками мы закончили, принцесса. Неожиданно к нам подошел охранник и, наклонившись к Мёрфи, что-то сказал ему на ухо. Тот кинул, он вскочил с места. Я сейчас вернусь, хорошо? Никуда не уходи. Хорошо. Но стоило Мёрфи выйти из зала, как через минуту ко мне подошел незнакомый мужчина. Было в нем нечто притягательное. То, как он двигался, как смотрел на меня. Как необычно он держал бокал сверху, ухватившись тонкими пальцами за стекло. Мыслях тут же всплыли слова Тома. Никому нельзя доверять. Позволите присесть, это же вы, Андреа. Подставив бокал на стойку и сев, не дожидаясь моего ответа, он закинул ногу на ногу и широко улыбнулся. Почему-то от этого улыбки по спине пробежали мурашки. Откуда вы знаете мое имя? Скажем так, мы с вашим братом давно знакомы. Меня зовут Пирс. Его слова застали меня врасплох. Да, и сама ситуация оказалась странной. Пирс, какое необычное имя. Почему он решил подойти именно сейчас, что вообще связывает их с Томом? Том о вас не рассказывал. Знаю, мы с ним договорились, что наши с ним отношения останутся в тайне. Какого рода отношения? Он проигнорировал мой вопрос. Узнав о случившемся, я не мог остаться в стороне Тома для меня опоры. В трудные времена я хочу сделать то же самое для него. Как вы справляетесь? Его голос был слишком сладким. Подобно тому, как хищник услеживает свою жертву, так и мужчина, казалось, пытается найти мою слабую точку. Должна отметить у него. Это отлично получилось. Да кто он, черт возьми, такой? Мне нужно подыграть, но что лучше сделать? Сыграть на сестринских чувствах или показать, что он не может так просто забраться мне под кожу? Как я справляюсь? Давайте типа очень переживаем. Вы понимаете, мой брат, у меня нет никого ближе. И с его пропажей я просто не знаю, что мне дальше делать. Пирс нахмурился, пытаясь поймать мой взгляд. Вот только я старательно избегала его. Если вы знаете Тома, то понимаете, насколько он ранимый. Мне страшно только от одной мысли, что кто-то может ему причинить боль. Мужчина задумчиво пустил взгляд, словно пытался подобрать слова. Знаете, я не могу сказать, что знаю его так, как вы, но уверен, с ним все будет в порядке. Почему вы так думаете? Он же... Пропал? Люди пропадают каждый день. Другой вопрос, почему пропал именно он? Полиция закроет дело только тогда, когда точно станет известно, что именно с ним случилось. У вас есть какие-то догадки? У меня? Он как-то странно посмотрел на меня, а затем усмехнулся. О, нет, я точно не знаю, что с ним случилось. Но обязательно выясню. Там подошел тот же охранник, что и раньше. Он кинул пирсу, и тот поднялся на ноги. Прошу прощения, не имею возможности больше задерживаться. Если вам что-нибудь понадобится, звоните. Он вытянул из кармана визитку и протянул мне. Только хотел сказать, а куда звонить? В любом случае, буду ждать вашего звонка. Думаю, нам найдется, что обсудить. На этом он едва кивнул и удалился, оставляя меня одну. Как только его фигура скрылась из виду, общая напряжение спало. С ним явно что-то не так. Какой-то он очень странный. Допил свой коктейль, я огляделась по сторонам. Большая часть людей по-прежнему находилась в сцены. Все, находившиеся здесь, были счастливы. Они улыбались, наслаждались моментом. И от этого на душе становилось спокойно. Я же сюда не развлекаться пришла. Где маршал? Сколько еще ему надо времени, чтобы поговорить? Надеюсь, он сможет найти подсказку. Мысли почему-то начали путаться. Голова оказалась совершенно пустой. Тихий шепот, разносившийся отовсюду, мягко убаюкило. Я снова подперла голову руками. И мой взгляд упал на тот самый цветок. Вытянутые овальные лепестки и красный мне не вдох. Он показался мне очень знакомым. Они сидели на полу в обнимку. Олимп, за несколько часов до нападения. Грудь Персифона рвано вздымалась. Девушка впивала с худощаемыми пальцами в плащ Аиды. Носом уткнувшись в ненавистную шею, она рыдала. Зачем? Зачем ты здесь? Я пришла за тобой, нужно уходить. Оставь, оставь меня ты, наконец. Останешься здесь, умрешь. Я думаю, раз женщина Аид, то Персифоном должен был быть мужик. Ты знаешь, я не могу этого допустить. Она провела рукой по свету волосам, но в волосе ее был холодный металл. Аида поднялась на ноги, помогая возлюбленной стать, и потянула ее за собой. Персифона немедленно отпрягнула, обхватывая себя руками. В ее глазах отчетливо читался страх. Ты боишься меня? Персифона бессильно опустил руки, отводя взгляд. Аида подошла к ней почти вплотную, резко приподняв ее подбородок, так, чтобы их взгляды встретились. Богиня весны стиснула зубы, сжимая кулаки, словно готова была обороняться. Нет, это не то. Ты не меня боишься. Себя. Ты боишься того, кем стала, связавшись со мной. Ты превратила меня в чудовище, и ты убиваешь все, к чему прикасаешься. И все же мы здесь. Если я так тебе противна, почему ты не пошла против воли своего отца? Голос Аида треснул. Богиня весны прикусила губу в момент, пожалев о своих словах. Я, я не знаю. Я спрашивала их, почему ты стала такой. Но все они, все они считают тебя злом. С губы Аида слетела усмешка. Чего еще ты ожидала? Рассказ о том, как после свержения кроны мы зажили мирно и счастливо? Не будь столь наивна, всем всегда нужен сатир отпущения. Никто не говорит об этом, но... Это же ты спустилась в Тартар, когда была битва с дедушкой. Почему все об этом молчат? Почему все молчат о том, что ты... Аида тяжело вздохнул, ее взгляд почти всегда безучастный, неожиданно прояснился. Ионная богиня впервые за долгие годы увидела боль в ее глазах. Все молчат, потому что никто не хочет выставлять твоего отца в худшем свете. Но ты тоже там была? Было куда проще откупиться от меня по темным царствам, чтобы одно только мое имя внушало страх. Зато Зевс стал великим, спас богов, низвергнув своего отца в Тартар. А мне теперь следить за этой проклятой клеткой. Мне жаль. Не за что жалеть, я уже привыкла, но не вызываю в них ничего, кроме страха. Это не так, но все же. Я не могу пойти с тобой, я буду сражаться вместе со всеми. Не глупи. Ну я не знаю, получится у нас уговорить, но попробуем. Твоя мать сейчас в безопасности посидел, он позаботился об этом. Ну а остальные? Я не могу сражаться в полную силу, если буду знать, что ты где-то там, одна, без защиты. Я могу постоять за себя, ты же знаешь, что... И знаю, зато и люблю тебя. Твоя жертвенность, твоя честность, ты не боишься отдать свою жизнь. Но если ты погибнешь, ты никогда не вернешься на Олимп. А это то, чего ты боишься больше всего. Ты же не... Пожалуйста, отправляйся в наш дом. Танатос и Цербер позаботятся о тебе. Я вернусь, как только все закончится, обещаю. Хорошо, я верю тебе. Спасибо. Аид резко притянула к себе девушку и поцеловала в лоб. Земля под ногами медленно разверзлась, и руки мягко обладающие Персифон вернули ее в подземный церковь. Ну, думаю, однополых отношений на этом хватит. Я с Хизер точно не буду тусить. Вообще не понимаю вот это вот. Обязательно в игре должны быть однополые отношения. Андрея, наконец-то я добралась. Такие пробки просто ужас. Хизер. Зато я купила столько новых вещей, и не поверишь, я обязательно тебе все покажу. У меня весь багаж забит пакетами. Блин, ты живешь в маленькой комнатушке среди кучи своих сестер, но продолжаешь покупать ненужные вещи, блин. Хизер облокотилась на барную стойку, и Джейсон показал бармену, чтобы тот налил то же, что и мне. Рассказывайте, как вас сюда занесло? Успела отдохнуть? Хизер осмотрелась по сторонам, видимо пытаясь найти Джейсон и Мёрфи, но не увидев их, она снова повернулась ко мне. А остальные где? Я, я не знаю, Джейсон пошел говорить по телефону, а у Мёрфи работа. Когда, когда ты успела приехать? Только что, совсем в счет времени потеряла. Я кивнула, мне показалось, что прошло не более получаса, но часы упорно показывают, что прошло более двух часов. Интересно, почему так быстро пролетело время? Почему Маршал так долго находится в кабинете у мисс Ньюман? В этот момент вернулся Джейсон, он явно был чем-то недоволен, но когда заметил Хизер, его лицо тут же изменилось. Он широко улыбнулся, обнимая подругу. «Скучали без меня?» «А то!» «Вот и славненько, чем займемся?» Бармен протянул ей напиток, и Хизер лучезарно улыбнулась, посылая ему воздушный поцелуй. Он слегка смутился, покраснев, и тут же вернулся к работе. «Бедный парень, если бы он только знал, как много сердец ты уже разбила!» «Да ладно тебе!» «Вот именно, никому я ничего не разбивала!» «Ну а если и так, то сами виноваты!» Мы все рассмеялись, Хизер посмотрел на меня, и тут выражение её лица изменилось. «Андрея, ты какая-то совсем уставшая!» «Если ты сейчас скажешь, что мне надо отвлечься, то я настолько предсказуема!» Хизер надул губы, так как она совершенно не умела долго злиться, а почти сразу усмехнулась. Её рука легла мне на запястье и потянула на себя. «Я хочу танцевать!» Хизер, нет! «Ничего, не хочу слышать, ты идёшь со мной!» Она чуть сильнее потянула меня, отчего я не успела удержать равновесие врезал стоящего рядом парня. В его руках был бокал, и всё его содержимое в момент оказалось на моей одежде. «Вот же чёрт!» «Простите!» Парень даже не успел ничего ответить, Хизер начала извиняться, что-то бормотать о том, какая она неловкая. Воспользовавшись заминкой, я побежала в ванную комнату, чтобы смыть себе коктейль. Стало мне зайти в ванную, как следом за мной вошла Хизер. Несколько девушек, что находились в комнате, поспешили удалиться. Я тоже взяла несколько салфеток и попыталась оттереть коктейль. Хизер с любопытством наблюдал за тем, что я делал, но мешать не пыталась. «Слушай, я только что из торгового центра взяла пару нарядов. Может, тебе что-то подойдёт?» «Хизер, не нужно!» «Никаких отказов! Я сейчас же всё принесу!» И в очередной раз, пропустив мимо ушей мой отказ, Хизер убежал за одеждой. Пятно никак не отсиралось, поэтому после десятой попытки я оставила надежду избавиться от него. Открыв кран, я умылась холодной водой и уставилась на своё отражение в зеркале. Оно улыбнулось мне в ответ. «Что происходит?» «Да нет, не может такого быть!» Я выпрямилась и с ужасом осознала, что отражение не повторяло моих движений. «На оборотах, мылка стала ещё шире. Моя точная копия опёрлась на край солёшницы и поправила волосы. Какого чёрта?» Я потёрла глаза руками, словно пыталась избавиться от наваждения. Но ничего не произошло. «Приветик! Нихрена себе отражение, вообще не похоже!» «Что происходит? Я что, в риталиновом клубе? Почему?» «Почему я разговариваю со своим отражением?» «А почему нет? Я это ты только по ту сторону зеркала!» «Блин, ну ничего такого горячего жичного!» «Не вижу никаких причин отказываться от беседы с самой собой. Ты же так часто это делаешь!» «И всё же ли папа со взял вверх?» «Я склонилась на драку и рассматриваю отражение поближе. По какой-то неведомой причине это меня совершенно не пугало. «Долго ещё будешь себя рассматривать?» «Просто не понимаю, как это возможно!» «Ты нормально себя чувствуешь?» «Обычно люди не то, чтобы спокойно реагируют на своё отражение. Не было смены настроений. Каких-то необычных реакций. На воде происходящего вопросы оказались полные несуразицы, но всё же они заставили меня задуматься. «Вообще, если подумать, мне почему-то очень комфортно здесь, в клубе. Никогда ещё такого не было. И не должно быть. Неожиданно моё выражение лица в зеркале стало совершенно серьёзным, а голос холодным, как металл. «Сделал себе одолжение. Не верь ничему, что здесь увидишь. Эх, да, и больше ничего не пей!» «А, наркотой напоили!» «А, но хотел ещё что-то добавить, но хистера ворвалась в ванную пакетом вещей. Вот пример тебе должно подойти. Ты сейчас с кем-то разговаривала?» «Нет». Девушка застыла на пороге, слюбопытством и недоумением рассматривая меня. Я вернулась к своему отражению, но больше ничего странного не видела. «На всякий случай я зажмурилась, но даже так, когда открыла глаза, отражение было обычным». Ладно, давай выбирать. Подслушивала, что ли? Какого хрена? Вот это мне не нравится. Я не думала, что этот наряд как-то подчеркнёт твои достоинства. Знаешь, давай ещё немного поправим макияж. Мы всё-таки в клубе, надо соответствовать. О, блин. О, ни хрена себе. Сюда вот такой макияж, серьёзно. Мы только что умылись, как вот обычный, естественно, подойдёт. «Я не устану это повторять, но я просто молодец. Ты только посмотри, какая ты у нас красотка!» Хизер приобняла меня со спины, убирая прядь полоса уха. Её сбившееся дыхание обожгло кожу. «Хизер, вернёмся в зал?» Она широко улыбнулась и кивнула, но по её взгляду было заметно, что она ожидала совсем не этого. Хизер быстро поправила свою укладку и молча вышла из ванной комнаты. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ней. «Но если она такая модница, почему у неё всегда одна и та же прическа там и так далее?» Мы быстро вышли из зала, когда вдруг я услышала чей-то шёпот. Тот самый, который я слышала совсем недавно. Я обернулась на людей, было слишком много звука. «Казалось, шёл откуда-то снизу». «Эй, ты чего?» «Я...» «Странное чувство не покидало меня». «Этот шёпот откуда?» Тихий шёпот снова повторился. Я отошла чуть в сторону, ближе к выходу. Звук постепенно усиливался. «Ты слышишь это?» «Слышу что?» «Андреа, ты начинаешь меня пугать!» Я отошла ещё дальше, и, как и ожидала, шёпот стал громче. Он шёл откуда-то снизу. Теперь я была в этом уверена. Я сейчас вернусь. «Андреа, остановись!» «Не надо!» Я оставила её слова без внимания. Быстро спустившись по лестнице на нижний этаж, я вышла в пустой коридор. «А чё, у всех так доступ есть?» В самом конце я заметила дверь и направилась дальше по коридору. Но чем ближе я подходила к двери, тем тяжелее остановилась. Всё тело сковывало усталость, каждый шаг давался с большим трудом. Но всё-таки что-то тянуло меня туда. «Какого чёрта здесь происходит?» Я аккуратно потянула за ручку двери, но та не поддавалась. «Чья-то рука легла на моё плечо!» «Все звуки резко, смолкни!» «Ну, здравствуй, Андреа!» «А чё Персифон тут делает?» Ну, давай пятёрку поставим. Прикольная серия вроде. Наконец-то начинается какой-то экшон. Я думала, будет посерьёзней что-то. Но пока в целом тоже неплохо. Будем смотреть следующие серии. И, надеюсь, они нам будут нравиться. Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Делайте колокольчик серым, чтобы не пропустить новые серии Клуба Романтики. Всем до встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok